Десятки домов и приусадебных участков края остаются подтопленными. На сегодняшний день подтоплены 31 жилой дом и 117 приусадебных участков в двух муниципалитетах края. В пункте временного размещения в Хабарском районе прибывают два человека. Так в начале недели отмечали критическое положение ситуации в Волчикинском, Немецком, Национальном, Хабарском, Михайловском, Павловском, Красногорском районах. Однако паводковая ситуация в регионе продолжает стабилизироваться, а в районах начинают работу над устранением последствий паводка. Сотрудники Роспотребнадзора в зонах подтопления оценивают микробиологические показатели питьевой воды. Отобрано 217 проб питьевой воды из систем централизованного водоснабжения. Из них 13 проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 8 проб по мутности. Управлением выданы предписания эксплуатирующим организациям о проведении дополнительной дезинфекции. Осуществляется контроль за их исполнением. МЧС проводит взрывные работы, чтобы оперативно устранять заторы льда и не допускать подтопления населенных пунктов вблизи берегов. А заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко и начальник управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности Михаил Плешивцев оценивают обстановку на месте. Самая главная задача – это оценить обстановку, оценить ущерб, причиненный населению, ну и, конечно же, заверить жителей в том, что вся необходимая помощь будет оказана по ликвидации последствий паводка. В Камни-на-Аби пока опище здесь стоит, но в Шалаболикинском районе уже сегодня решением оперативного штаба были проведены взрывные работы заторов, спасатели готовы. В Тальменском районе в некоторых населенных пунктах ситуация хоть и остается сложной, но угроза эвакуации миновала. Павел Чумыш разлился, вышел с берегов, это очень опасно. Людей подтапливать начинает потихоньку. Напомним, уровень воды в реке Чумыш приближался к критической отметке. По словам местных жителей, вода прибывала стремительно, плюс 6 сантиметров за час. Глава Тальменского района Игорь Щербаков в своем телеграм-канале призвал жителей зоны подтопления готовиться к эвакуации. В Тальменку экстренно выехали спасатели. Оперативная группа западно-сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова выдвигается в район Тальменки для предотвращения возможных последствий паводка. Масштабные взрывные работы помогли, и уровень воды в районе Тальменки упал почти на метр. Начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров лично выезжал на место происшествия. 9 апреля удалось справиться с 13-километровым затором льда на Чумыше в районе Каменского моста и обезопасить Тальменку и близлежащие села. На 12.00 уровень воды составляет 874 сантиметра по Тальменскому гидропосту. Однако лед спустился ниже и образовал затор сначала в районе села Зайцево, а затем Шипицыно. На особый контроль в связи с возможным осложнением паводковой ситуации взяли барнаульские поселки Ильича и Затон. Мы пошли смотреть уровень воды, так как живем рядышком и остерегаемся. Перекрыли уже проезд. Проезд, во-первых, в школе закрыт, только через понтонный мост. И там уже ограничения есть. В поселках провели большую подготовительную работу. Развернули понтонный мост, сделали отсыпные дамбы, организовали пункты временного размещения и заключили с речпортом договорную эвакуацию людей. На территории микрорайона Затон расположены три сиренно-речевые установки, которые прошли необходимую проверку. И в случае их необходимости они будут задействованы для оповещения населения, что уровень воды в реке становится критическим. Также на специализированную аппаратуру заведены номера телефонов жителей, и они будут еще оповещены посредством СМС-сообщения. На сегодняшний день по-прежнему ограничено движение на пяти дорогах. Затоплен низководный мост в Аллейском районе. По прогнозу, до 15 апреля продолжится подъем уровня воды до опасных отметок на реке Чумыш недалеко от села Ельцовка. Ожидается вскрытие реки Тагул в районе одноименного населенного пункта. При возникновении затора здесь также до опасных отметок может подняться вода. Сохраняется угроза подтопления и в реке Бурла в Хабарском районе. И сложная обстановка ожидается в районе села Староалейское. Аллей поднимается до 305-340 сантиметров при критической отметке в 300 сантиметров. Есть три тревожные точки – Чумыш в районе Заринска, Опь в районе Камня-на-Аби и Чепша у Красногорского. Напомним, вызвать экстренные службы можно по номеру 112. Юлия Щепина, День с толком.